смотрим за ответом ярославцев также игроку ой-ой-ой-ой это гол это голый по-моему не без рикошета здесь обошлось и послушала смещался видимо по броску шайбы а димитрий райко ну противоположный угол залетел резиновый диск ну что ж минута 16 секунд называется гол в раздевалку от команды лобка камерой заворот я думаю нам будет все более отчетливо здесь видно вот не было броска до подбор за ярославцами передача защитнику под синюю скорее мы обязательно вернемся вчерашнего матча в перерыве ну приятно в череповце нет команды женской хоккей на лиге но если следят боечки череповца за этой лигой и если болеют за динамо так петербург и приятно вдвойне лока шайбой поворота классика классика розыгрыша большинства быстрый перевод на дальний фланг и бросок в одно касание и самое обидное что у стеменка то коснулся шайба но вот именно от у стеменка шайба залетела таки все поворот вот так вот первое удаление динамо и первое взятие ворот но на самом деле записано будет уже на равный составу поскольку успел появится пятый полевой на площадке у динамо тем не менее мы все прекрасно понимаем что это именно розыгрыш большинства это именно розыгрыш большинства вот мы видим повтор момента мы будем разбираться сейчас давайте посмотрим повтор и сейчас объявит судья информатор автора заброшенной шайбы шайба улока николаев против его ранее зимова и вновь третья пятерка выходит на большинство минуту и 5 секунд будут в меньшинстве динамовцы миронов закрыл синюю линию и вновь миронов шайбой николаев бросок и шайба ворота дубль николаева насколько я понимаю вот так вот николаев верхний угол едва один два большинства но сейчас посмотрим повтор мне показалось что бросок то был как раз на средней высоте но был рикошет до показывает нам автора заброшенная шайба николаев делает дубль и что тут сказать три большинства две заброшенные шайбы это называется мастерство да можно конечно разбирать эти моменты вот здесь будет все видно бросок поворотом верхний угол ну да габариты афанасьева не позволили ему быстро переложиться заброшен забрасывать шайбу гости за ворота динамо вася чуть растерялся честно говоря сегодня да это видимо ну вот таким шайбам которые лока забрасывают не день кириллу стименко но опять от него шайба попадает в ворота каким-то немыслимым образом а я бы сказал что здесь защитники не доработали но и показывает нам радующихся болельщиков лока понятно у них есть повод для радости да давайте смотреть манин и ну как не доработали да но опять таки два момента две шайбы лока забросил и в двух из трех шайбах шайба вот у стименко залетала в сетку и счет становится 1 3 и 3 минуты и 37 и вообще плей-офф молодежь на хоккейной лиги посещаем на малой арене юбилейного и на играх плей-офф часто бывают аншлаги и в каждом сезоне ну и напомню я что на двух матчах против спартака московского также были полные трибуны борьба у борта была выиграли эту борьбу с хоккеисты из ярославля лока в атаке матчи пришлись на выходные дни со спартаком поэтому очень была закономерная шайба в воротах и мне кажется что это это в общем то наверное заявка причем весьма весомая на первую победу серии да это безусловно заявка на победу 114 за 9 минут и 30 секунд до окончания третьего периода понятно что в молодежном хоккее бывает всякое но тут по характеру игры не видно что же можно поменять его партнер сегодня сыграл не самым лучшим образом был набросом до его романина и он именно на это рассчитывал я николаев подклеился от всех убежал показал свою скорость им первым оказался на шайбе после чего нанес точный бросок прямо в домик даниилу чечен и в этом сезоне провел 59 мочи тяжело начинать атаку 1 на шайбе храпки 1 выходит на ворота отдать некому все перекрываются передачи вот сейчас вы видели как это делается да это николаев спать это деда вынуждает ошибиться опасно гол открывает счет локомотив додавили додавили втроем опять после ошибки после ошибки дедова вновь но я скажу что это не просто ошибка там и действительно настоящий партнер был такой что виду чуть ли на колене там пришлось опуститься возле борта да вот чуть раньше нам показать да там и было да дедова вот пожалуйста это и показал куда нужно отдать егор манин грома спокойная стеночка с николаевым разыграл зону вошли и вот даже в большинстве вот эта особенность современного хоккея особенно молодежного есть пространство на пятачке но уходит все равно в закруглении ждут пока партнеры в катерстве расставятся хотя казалось бы пространство есть возможность бросать вот то что то о чем мы говорили то чего мы боялись и честно говоря так не я не делаю так очень часто бывает в хоккее когда казалось бы вот-вот команда воспряла духом забросила а затем абсолютно ненужный штраф и получите распишитесь и вновь и вновь в три шайбы преимущество лока болельщики команды гостей на ваших экранах радуются они отмечают четвертую заброшенную шайбу но на табло 1 4 и ровно ровно 14 минут остается сыграть в третьем периоде этого матча очередное вбрасывание в центральном круге поздравляют николаева автора заброшенной шайбы десант оббрасывание проиграл а в хоккействе динамо организовали от шайбы николаев кстати третью шайбу ну что ж быстро летит время у нас уже две минуты остается играть в первом периоде ахметов подхватывать шайбу впускает ее дальше активные действия защитника лока позволяют шайбу сохранить в зоне атаки бросок и гол открывают гости счет ну вот в результате активных действий по-моему все-таки это Егор Манин был после того как шайба была введена в игру еще продолжилась некоторое время борьба за нее отлично действует Дарьян сложно добрать шайбу идет перепасовка играет надежно Калюшка Ахметов вышел из ворот своим полевым помог Меркулов пробросил но шайба не прошла нейтральным зоне вновь потери здесь хорошая передача на Меркулов могла бы быть идет Григорий поборется Лукичев против него был сейчас есть момент хороший отлично все было сделано Горайк на пару с Меркуловым где по-моему все-таки Панкратов там был продолжает контролировать шайбу усилиями как раз нашего номинально третьего длина и атака лока бросок и 2-0 ну точнее 0-2 конечно становится в общем как бы там ни было здесь как было он